слышно 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 ребят слышно значит надо перезайти слышно и видно и слышно ну прекрасно болтаем дальше о чем дальше будем болтать что обсуждать зеленый фон не фон у меня бывший аквариум солнышко в окне моя новая челка новые очки merch от little big ребята мехи на видео я не прокомментирую потому что я у себя дома с привычным интернетом большинство пишет что все хорошо можно лепить вскоре каждый день войн вот если вы его нормально переносите вопрос что вы туда добавляете на чем вы делаете ваш замечательный напиток как всем по разному видны это зеленый фон то видно на половину куда делся аквариум рыбы мои почили в бозе высыпание на лбу это проблемы с кишечником в том числе в том числе я вот тут кстати столкнулась высыпаниями на лбу и кстати поняла почему некоторые наверное используют фильтры потому что я сейчас перед тем как зайти эфир ты фильтр то потыкала идеальное лицо конечно вот наверное те которые используют фильтр они используют это как альтернативу тонального крема и крема и мейкапа вот у меня вот например не я вообще понять не могу мне идеальная кожа не скромно конечно но как есть на лице обычно тут вернулась из перми домой то ли вода то ли еще обсыпала как подростка вот ну я быстро с этим справлюсь может ли сын синдром субклинической надпочечника дисфункции мышцу на это имеете ввиду вызывать панические атаки да еще как еще как дальше также фоном идет субклинический гипотиреоз какой маркой косметики вы пользуетесь слушайте мне очень нравится мне вообще потребности честно говоря в косметика кожа не испытывает что говорит в принципе о более менее налаженном жировом обмене жировом обмене потому что состояние кожи у меня нормальная кожа летом может быть чуть комбинированная но в целом жалобы ни на сухость ни на жирность я не испытываю кстати жирная кожа это признак обезбоживания кожи имейте это ввиду в том числе вот и чему я это говорю поэтому вот знаете вот такой потребности мне наносить что-то на лицо ежедневно у меня честно нет вот поэтому я пользуюсь вот слезатами мне очень нравится вот это корейская косметика маня я ее называю маньо вот это вот под сыворотка умывалка и тоник вот этого мне достаточно но я и тяжелым таким люксом пользовалась была очень довольна тяжелый люкс а профессионально оба джи пользовалась очень эффективная история очень была я довольна 1 3 года назад я пользуюсь состоянием кожи своей на фоне этого но мне вот эта история нанесения препаратов как пирог на лицо крайне утомляла вот что еще бидер бьюти мне свое время очень нравилось косметика для лица а так вот маню это пользуя мне не в целом сейчас достаточно ну и плюсом из того что я делаю у косметолога это раз в год профайла профайла не по жизни не делала вот эти вот пупырки мезотерапию никогда не делала это честно говоря не очень люблю уколов уколы и я не в лицо а по позвоночнику делала курсом мэлсман очень хорошо на кожу действует я совершенно потрясающий эффект именно на кожу но есть специально не специально для кожи отмечала при использовании я раз полгода делаю инъекции петалона это не в лицо тоже это в живот и что еще 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 но иногда зимой я делаю очень лайтовенькие пилинги очень лайтовенькие вот там практически нет этого шелушения вот и весь уход вроде бы а ну ботокс конечно кстати перед прошлой зимой я уколола я раз полгода его делаю вот мне не нравится как у меня очень активная мимика и мне не нравится лоб как выглядит во время этой мимики не за то что там морщины а просто вот это вот шарпейстая такая внешность ну мне лично не нравится поэтому несмотря на все плюсы-минусы ботулинотерапия я ее использую уже давненько вот и только в лоб вот сюда вот в эти области гусиных лап у меня нет вот глазами я не смеюсь вот и у меня не взял ботокс не сказали потом что это последствия вообще не взял даже с подколкой вообще не взял вот а второй и я вот думал ну все буду стареть естественно губы у меня свои честно вот смотрите никаких вот этих валиков которые знаете вот могу вот так вот сделать не губы у меня спасибо маме папе чем я их не кусала нижнюю губу вообще было бы катя молодец вот а знаете же как вот вот колют да вот насколько я жутко боюсь более уколов поэтому мне предлагали как-то раз гиалуронку в губы для того чтобы избавиться от этой сухости говорят она очень так вот знаете не для коррекции формы губ я оказалась с икло побоялась это делать и не стала вот но знаю когда вот подкалывают губы вот тут вот прям все равно видно вот вот этот валик валик над губами это прям откровенно заметно вот и как бы аккуратно не делали как бы аккуратно не делали а спину мэлсман делала колола профайл раз год живот колю эпиталон ботокс из я так подозреваю что из-за ковиды мне потом давали обратную связь многих кто переболел к видом что вот так снизял и вот я решил буду естественно стареть ну потому что не за того что я не хотела колоть ботокс потому что он не меня не брал вот и и соответственно я вот вот но вы помните вы можете посмотреть в instagram т.в. мои эфиры где у меня лоб как у шарпея там какие-то ничего в плане что вот но мне это честно говоря не нравилось поэтому я месяцок назад думаю да и рискнул вдруг возьмет взял я очень рада этому вот так что пока естественное старение у меня отменяется я не скрываю что я в лоб колю ботулу ботулинотоксин без иллюзия о цене вопроса естественно есть плюсы и минусы этой терапии вот так мэлсман что дает это вообще мэлсман я колола мне кажется я благодаря мэлсману вот этому потому что я начала до 2 к вида в том числе я его очень легко перенесла в том числе а мэлсман дает знаете такое ресурсное очень состояние ты такой электровеник явно работает с митохондриями хорошее настроение хотя гораздо круче мэлсмана настроение дает эпиталон как называется косметиком а маня маньо мать ну маня это я ее так называю классные очки что за марка рейбан по моему если не ошибаюсь да точно рейбан очки относительно недорогие стекла капец хотела бы я же хотела сделать лазерную коррекцию зрения даже мама мне разрешила и я в общем под затянула с этим вопросом пришла мне сказали посмотрели надо конечно до обследоваться но мне лень вот но мне сказали 50 на 50 катя возможно хватит на год я думаю ну нафиг и решила прикупить себе новых оправ хотя а вот у меня еще последствия к вида мерзко минус диоптрия минус диоптрия хуже видеть стала вот и поэтому вы знаете вот вот в чем минус очков я вам сейчас прямо покажу вот обратите внимание видите они у меня уменьшает то есть вот линия лица а там где очках лицо сузилось и я вообще скелетина такая мертвая невеста вот если вот так еще более но смотрите видите вот так вот лицо шире лицо шире видео то я вот а если одеваешь очки она так и сузилась при общей такой худобе иногда ну такое не очень красиво смотрится мне кажется ваше мнение о капельницах железа слышите не пожалейте во первых пусть 18 19 число вы будете знаете обладать сакральным знанием потому что что-то будет связи что что я на год стану вот и соответственно не поленитесь приобретите мой эфир из сообщества про железо и вы прямо вот очень хорошо ответите на этот вопрос я там все свои новые знания и опыт поделилась это один из моих самых любимых эфиров которые делала в сообществе честно я им горжусь очки новые до два месяца мне их делали это не мультифокалы но это знаете я сделать хамелеоны которые темнеет на улице при свете какие-то дорогущие эти линзы 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 это конечно боль в очках на линзы контактная я их использую иногда на съемках еще но у меня раз меня более десяти лет опыт ношения линз постоянно но мне глаза устают за день вот поэтому я их использую меня всегда есть запас одноразовых когда мне хочется побыть без очков а так проще очки одел и все другую форму подберите у меня есть проблема при подборе очков это целая история даже две проблемы первое вот есть понятие межрачкового расстояния у меня она очень маленькая очень маленькая из-за этого большинство оправ на мне смотрится довольно таки громоздко крупными даже не могу носить детские оправы детские мне оправы малы и поэтому да я иногда сталкиваюсь с непрошенной критикой по поводу того что у меня вот крупные очки еще что-то но к сожалению найти на эти такие миниатюрные очки а потом сталкиваешься со второй проблемой я вам сейчас ее покажу это линза утонченная это которая стоит дороже за счет того что она у меня минус шесть минус шесть уже зрения смотрите какой нюанс вот ведь как толстая линза и не всегда это смотрится красиво раз и не всегда не во все оправы особенно с когда эти маленькое межрачковое расстояние можно вставить такие диоптрии линза с такими диоптриями и поэтому честно очки красивые эффектные там я пытаюсь вот с крупными оправе потому что туда можно ставить эти стекла вот как-то подбирать те которые на мое миниатюрное лицо ну будут с претензией на оригинальность что ли еще что то что думает я сама не понимаю что крупная оправа это спорно вот а в мелкую оправу там это вот какие-то боли там ну в общем была бы возможность я бы конечно же и пользовалась я же не дебил такси эфиры были были это мало сколько потом народа их и скопировали вообще мне нравится быть трендсеттером не скромно но как есть коллеги любят вдохновиться моими идеями войн от если это несет пользу сообществе сентября с какого числа запуск еще ничего не решила еще ничего не решила идей громадьё идей громадьё сейчас посмотрю как пройдет мастер-класс завтра потому что это тоже новая идея в ней есть плюсы в ней есть надеюсь минусов не нет вот посмотрим по обратной связи если кто-то не знает мне завтра мастер-класс приглашаю есть еще возможность приобрести доступ вот а если вы еще посмотрите вчерашний эфир на ютюбе есть возможность приобрести со скидкой вот потому что в описании под видео на ютюбе есть промо-код вот датар будет классный мастер-класс вот с двумя болталками и еще с теми кто купит тариф на с обратной связи я потом еще в течение двух недель будет возможность по мастер-классу мало того что его пересмотреть вдумчиво законспектировать задать еще вопросы лично мне лично я буду отвечать на ваши вопросы еще постфактум вот тема мастер-класса будет называться ваш путь к здоровому весу здесь за зашифрованная весь мой подход во-первых персонализация во-вторых тема именно веса как третьего состояния сегодня посчитали про третье состояние может быть немножечко такой знаете философский потому что там поднимается вопрос от этого третьего состояния что еще не болезнь но уже и не здоровье а также уже не болезнь но и еще не здоровье то есть дайте такое единство противоположностей помните эти законы по философии я подзабыла честно говоря но тем не менее что-то там остаточные знания есть и мне вообще в последние годы моей практике очень нравится в превентивной медицине рассматривать то состояние которого находитесь через призму именно вот этого третьего состояния что организм свои вот эти вот измени когда уже не здоровье но еще не болезнь это адаптация организма на тот образ жизни который вы ведете и и здесь нужно не таблетки пить не нутрицептики пить а менять образ жизни прежде всего вот и тогда может быть вот как мне вам не понадобится горсти хотя арсенал бадов он стоит на полке большой я это использую уже то чечно и и не вот хочется привести большинство людей вот к этому разумному биохакингу навести порядок все живые все могут болеть вот это еще не понятно что там в ухане придумают врачи какую очередную значит летучую мышь только сожрет вот поэтому мы сейчас в новой совершенно эпохи куча непонятного в стрессе и здесь то какой порядок вашем организме есть от этого будет зависеть ваше взаимодействие с новой реальностью вот и я вот это моя цель обучить всех с помощью в том числе и мастер-классов и в сообществе и просто постами вот чтобы было это осознать осознание и было понимание что вы индивидуальная вселенная и одинаковых советов быть не может не эфир можно приобрести по железу по ссылке в профиле вы нажимаете активную ссылку в профиле и там и вся информация прям конкретная кнопка будет лутотион капельный я обожаю есть нюансы иногда при серной чувствительности вот иногда но чаще этого нет минус 6 это вы близко не видите нет это я далеко не вижу чего не делаю микрохирургию глаза то что мне сказали что мне 50 на 50 может хватить только на год где вы будете на свой день рождения слышите вы знаете хоть и не 40 исполняется всего 39 годиков вот в этот раз вот в прошлом году я так масштабненько отметила день рождения было прямо прям классно отметила честно скажу вот в этом году не хочется поэтому честно говоря поеду за город другу семьи вот и мы будем праздновать на самом деле четыре праздновать четыре в одном перечисляю день рождения моем день рождения мужем день свадьбы меня с мужем и день свадьбы наших друзей вот так а еще в этот день день рождения димы василенко потрясающего лора так что вот так вот мнение о вакцинации мое я озвучила на youtube канале живи как янг эпиталон бры брызгать в нос можно он будет целом усваиваться но подкожное видение мне нравится больше хайсбилдингом я не занимаюсь спорное у меня отношение к этой методике мне тупо лень я вот вот я человек стати нерегулярность вот мне вот систематически что-то пить это прямо не люблю я поэтому я и наводила свой своем организме свое время порядок порядок так чтобы я могла уже потом точечно и прицельно пить по целям нутрицептики а не пить что-то знаете вот таком в постоянном режиме я регулярно делаю чек-ап есть потребность что-то там упала снизилась я курсом пропью но таким коротким а так чтобы ежедневно ежедневной основе что-то пить меня это бесит честно и свое время я да я помню что я назначала тоже такие обширные программы на 10-15 банок сейчас я своих подходов стараюсь дробить на под этапы программы назначать поменьше как в очках отображается экран телефона каплями для глаз я не пользуюсь точечно нет у меня сухости глаза что предпринять при стекании густой слизи в пазуха который стекает в горло это гистаминос чаще всего что предпринять минуты рекламы купить мой эфир про гистами из сообщества тоже классный эфир но сложный сложный но интересные там много интересных если ст по верхней границе чем говорит о том что вы горите а когда а ст повышается это говорит о том что вы больше в катаболизме распаде белка сколько человек вашей команде всегда было это интересно слушайте у меня есть сотрудники которые приходят на конкретно работа например нутрициологи на обратную связь на курсах вот есть кто постоянно работает можете никогда не подсчитывала человек 15 наверное как попасть со своими болячками ребят ну ну не как с одной стороны с другой стороны конечно я прием веду и там бывает бывает первичная запись чаще всего по рекомендации вот но дело в чем я же некоторые сферы жизни своей не афиширую меня привлекает иногда к научной работе так консультанта вот у меня аж есть один незакрытый гештальт у меня нету диссертации вот и и я сомневаюсь что я буду в эту историю хотя чем кое-кто не шутит но я иногда грущу из-за того что вот этих корок я нет вот но реально я понимаю что если во все это вовлекаться это инстаграм умножить на ноль социальной сети умножить на ноль безответственно лишить семьи определенного тоже дохода и уйти вот в эту науку написать диссертацию с моей стороны и в моем возрасте есть минус есть конечно же и плюсы но есть и минусы поэтому когда меня как консультанта несмотря на то что у меня нету никаких корочек привлекают там за знанием ну вот доверяет моему мнению моим знаниями прочим не это очень льстит и я вот в этом вопросе как как будто закрывая вот это вот свою историю с отсутствием короче кандидата наук вот и сейчас меня привлекает в некоторые проекты и я с удовольствием в этом участвую но это безусловно тратит время вот и с учетом того что пользу со своими проектами я здесь вот в инстаграме вот вот с этими мастер-классами наношу гораздо большему количеству людей чем могу принять лично в общем я приняла решение что я еще сокращу прием вот конечно это мы не очень рады мои повторные пациенты но у меня еще на один день меньше приемных дней а стоимость к сожалению приемом увеличится прилично вот вот не вижу ничего в этом отношении так скажем так страшно потому что по обратной связи от вас людей которые приобретает на мой взгляд доступные мои онлайн продукты я вижу результаты порой даже круче чем у тех пациентов которые были у меня лично честно вот и вот вы видели вот да вот женя да вот недавно я пост писала жень если ты меня слышишь привет я передаю моя пациентка я хочу сказать что 80 процентов 80 процентов ее успеха это она сама ее внимательная она же очень все изучила до того как она ко мне пришла за программой Женя я ведь похудела почти на 10 килограмм просто читая блог просто используя советы да там я потом немножечко персонализирую персонализировала подобрала как-то и она достигла еще лучших более лучших результатов более лучших результатов более лучше одеваться я иногда тащусь от того как я подбираю слова думаю катя тебя привлекают научную работу а ты разговариваешь как Алексей Житковский иногда себя называет как же он себя так называет быдло в интеллигентной обложке вот очень так прикольно звучит вот у меня вылетело из головы что я говорила пардонте в общем сентября у меня рост цен на мой прием индивидуальный первично в целом попасть в связи с этим появляется возможность потому что я так понимаю что не все повторные пациенты готовы на эту стоимость вот поэтому какие-то места скорее всего первично будут но поверьте мне мои онлайн продукты они очень очень эффективны очень эффективны не скромно но как есть продолжая домашние тренировки с личным тренером продолжая но я ленивая жопа яси меня скоро убьет вот а света бабаева придаст строкизму в общем лето я сочковала прилично и я расстроилась что после у меня самое тяжелое усложнение пост ковид это я блин сбросила весь вес который непосильным трудом был нажит вот а вот войти в прежнюю колею не получается поэтому я неделю занимаюсь две сачкую что абсолютно неправильно но я надеюсь я завтра мастер-класс отведу и я вот с понедельника с понедельника снова начну заниматься будет ли лекция белковом обмене в сообществе да скорее всего сделаем мне хочется все время что-то нового сообщество классная тема но например я получила обратную связь я как-то чересчур его мне кажется усложнило вот и я знаю что там большое количество и врачей и нутрициологов слушают кайфует им нравится но опять же я получила обратную связь что некоторым особенно новичкам тяжеловато вот и я сразу думаю а как эту ситуацию можно улучшить а нужно ли продолжать сообщество там еще что-то в общем у меня идеи планов грамм оде все вы не представляете сколько я идей храню иногда если их не записываю где михаил слушайте михаил по-прежнему у меня работает но уже в меньшей степени у меня сейчас его сменщик появился ярослав тоже классный пацан вот поэтому иногда бывает михаил иногда бывает ярослав михаил и 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 я не буду ничего покупать это это вот вообще не моя история это день в краснодаре мастер-класс будет еще в продаже конечно будет вроде команда говорит вот вот мне сообщение пришло что будет лето жара море пляж какие перекусы можно покать янг нужно ли дополнительно принимать на трицептике если часто на агрессивного солнца бываем но защищать себе надо на трицептике тоже можно принимать слушайте а у меня нет разве ролика по оптимальным перекусам на ютюбе по он есть как восстановить упругость кожи коллаген все не переношу коллагеновых добавок во первых интересно сколько вам лет во вторых попробуйте эпиталон почему литий в 32 раза выше верхнего референцию где не знаю но знаете три года назад или два я столкнулась я раньше часто назначала на комплексный анализ вот и у меня у каждого первого было повышение той или иной лития вот я прям лаборатории написал грудь и за фигня ну у каждого первого повышение лития насчет вот так через воду чуть-чуть значит это подтравливают там время выборов там или еще что-то литий же это антипсихотический препарат чтобы мы такие поспокойнее что ли были вообще это я не могла и как мне объяснила лаборатория что была партия пробирок с гелем которые видели пробирки с гелем что вроде бы как этот литий находился в этом геле так мне объяснили может быть это связано с этим по магний пару слов пусть у меня есть ролик про магний на ютюбе посмотрите там полноценный ролик разы ц это всегда связи к т нет не всегда но зачастую не бывает здорового желудка и желудочно-кишечного тракта при проявлении таких на коже так мы что-то скатываемся ребят в ответ вопрос медицинский а мне не охота сегодня мне не охота мне сегодня хочется сплетничать болтать как старые добрые времена могу я сегодня себе это позволить раньше помните я пару эфиров таких проводила подключала кого-то эпиталон это такой пептид из четырех аминокислот не эфир я сохранять болтательный не буду честно говоря ну болталка и болталка зачем вам так вот тратить я если и буду выходить это будет найти эксклюзивные эфиры которые решили найти править вы решили просто мной провести время сохранять его честно говоря не охота мне ставни классную спасибо люблю джаз но не весь что-то люблю арету франклин люблю романтики вот честно говоря не знаю романтические романтичные ли я человек вот потому что может быть у меня муж не шибко такой но цветы он мне дарит и очень красивые букеты стал дарить хотя свое время говорил зачем это делать типа мертвые цветы и прочее прочее вот это а потом стал дарить сначала букеты были здесь массе меня не слушает так себе херня были они букеты я все-таки ст а потом он то ли место какое-то нашел то ли еще и стал дарить прямо очень красивые букеты люблю ли я басту мне нравится его песни да я даже на концерте его была родом я из перми хобби и увлечения знаете такой хороший вопрос хобби и увлечения мне я счастлива что у меня профессия в том числе и хобби хобби блогинг стал я же ничего не умела это то есть я всему сама обучилась то есть у меня команда появилась только два года два уже года нет год назад вот полноценная такая прям полноценная команда которая помогает мне вести социальные сети у меня появилась а до этого четыре года подряд я это делал все сама от и до от картинок до текстов там тексты есть до сих пор сама пишу и на комментарии я практически всегда сама отвечаю вот это но еще год назад это вот было вот полностью полностью самостоятельная без команды последний фильм который был в кайф слушайте круэлла несмотря на некоторую модную и такую повестку в нем транслируемую которая я отношусь со скепсисом не буду озвучивать что конкретно я думаю люди поймут вот потому что я конечно влияние на детей всех этих фильмов прям реально вижу и осознаю вот но тем не менее вот эти истории серии дьявол носит рада круэлла мне зашел фильмец как как борюсь с высыпаниями на лбу ну слушайте во первых честно говоря я особо с ними не нужно было бороться у меня их не было буквально еще три дня назад идеальная была кожа а тут я вернулась в москву из перми и не могу найти вот стефак как говорится что произошло меня сыпануло этого не было уже много 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 лет так что вот вот сейчас ну у меня сейчас я там сорбен достала грамотным хорошим тщательным очищением пользуюсь ручки тянутся в сторону крема с гормоналочкой конечно чтобы это просто на корню быстренько пресечь и все но я думаю пойду все таки более длительным путем я может быть и не понадобится вот сдам ка я анализы с кишечником в конце концов подбал это это не Продолжение следует... Продолжение следует... Как убиваешься жителей? Слушайте, ну можно ведь это сделать по-разному. Прежде всего, нужно сначала обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Немножечко погнать желчь. Я не сторонник, знаете, вот гонение желча в перманентном режиме, это не здравая история, сразу вам говорю. Когда вы постоянно гоните, гоните, гоните желчь, делаете ее, знаете, вот прям постоянно текучей. Ну такое, не всегда это нужно делать, вот, но вовремя, чтобы опорожнялся. Регулярное питание, урсофальк добавлю, артишок добавлю, вот. Вот, на каждый прием пищи добавлю биоджест, там, наверное, почему, потому что там бычья желчь есть с бетаином и панкреатином. Сорбент, безусловно. Вот, ну и не решила еще, у меня там, по-моему, в запасах лежит биоклинзи. С ресурсами организма и имитацией идеальной работы желудочно-кишечного тракта. Вроде бы, жалоб, как таковых, на кишечник у меня нет, но там по анализам будет более-менее ясно. Ну так, еще не придумала, прям, я каждый раз шаманю индивидуальные какие-то истории. Вам вопросы, как к звезде, а вы, как эндокринолог, отвечаете на вопросы. Ну, сегодня неохота вообще отвечаю, как к звезде. Ну, какой звезде? Никакая я не звезда. Онлайн-приемов у меня вообще нет для первичных пациентов. Вот, я такое не практикую. Ее просто. Слушайте, я не знаю, париться вам о высоком литии или нет. Этой информации недостаточно. Вы же мне даже, вы только на литии мне пожалуете. Я анализы не лечу. Вот. Поэтому я не знаю, париться вам или нет. Определить это по комментариям мне сложно. Передайте в другой лаборатории. Часто хожу к косметологу? Не, не очень часто. Надо бы чаще. Я ленивая в этом отношении. Смотрю ли я генетические тесты? Ну, себя я расшифровала от и до. Вот. И семью. Но, вы знаете, до назначения генетических тестов у человека есть столько всего сделать. Поднимите руки в комментариях, кто делает регулярно анализы и нифига не делает, выполняя назначения. Просто для галочки ходит, сдает анализы регулярно. И даже если они не в норме, особо назначения не выполняет. Миллионы. Ну, какие генетические тесты? Я сама отдала полтинник за расшифровку с большой скидкой. Обычно этот тест 200 тысяч стоит. Вот. Смысл тратить деньги, если еще ничего не сделано. Более того, генетика это вообще не приговор. Знаю ли я, что такое герсутизм? Конечно, знаю. Эфир не буду сохранять. Так что сегодня, кто болтает, то болтает. Лихофаж люблю. Озонотерапию не практикую. Горечи шведские люблю. Арбуз, дыню и сейчас ем. Ем. После ковида у меня волосы не выпадали, но какое-то время у меня были так, что выпадали. Сейчас новые отрасли. В целом, я не столкнулась с выпадением волос от ковида. Порода собаки у меня чихуахуам. Чишка. Иди, покажись, любовь моя. Вот как ее не целовать? Как заниматься профилактикой глистной инвазии, имея вот такое существо? Вот я не знаю. Как ее не целовать? Такая хорошенькая. Да, елки-палки. Пытаюсь откатить комментарии. Олега Скан я не практикую. Чего-то мне не зашло. Счастлива ли я? Что вам необходимо для полного счастья? Вы знаете, я стремлюсь к, понимаете, счастье – это не перманентное состояние, это навык быть в моменте и радоваться тому, что у тебя есть. Я такого дзена еще не могу сказать, что достигла. Меня печалят некоторые и события, и в окружении, и что происходит в мире. И иногда и дети отжечь могут, и муж иногда. Да, не всегда что-то там, может быть, есть идеальное понимание, но мы решаем эти вопросы. И да, у меня бывают моменты, когда я застревать могу в каких-то мыслях, печали и прочее, прочее, прочее. Но в целом я своей жизнью очень довольна. Вот. Я бы могла назвать себя счастливым человеком. Хочу ли я, чтобы совершенствовать этот навык? Да, хочу. Хочу, чтобы еще я больше кайфовала от момента. И буду стараться этот навык совершенствовать. Коллаген не пью. Расскажите про эпитетов немного. Не поняла, что вы имеете в виду? Слимка просто прелестна. Слимка. Представляете, я когда приехала к заводчику выбирать, она мне предложила сама вот эту собаку. Я спрашиваю, а как ее зовут? А мне говорят, Слим. Я говорю, да ладно. Я говорю, Слим. Я говорю, ну тогда это моя собака. Слим же с английского переводится как стройный. Кто это? Собака диетолога. Слимка собака диетолога. Правда, любовь моя? Я говорю. Я говорю. Каждый раз забудешься, чмокнешь ее в мокрый нос, а потом думаешь, ну е-мое, начинаешь думать о глистогонной терапии не только для собаки, но и для себя. Чем кормлю притомцы? Она у меня на сыром мясе. Делаю сама заготовки, субпродукты, мясо, не курицы и не свинина, главное зелень, овощи, фрукты очень любит она у меня. Вот, она же, слушайте, она весит 2 килограмма у меня, в целом вроде бы мини форм, но больше она не вырастет, вот она вот такая у меня юная собачка и будет, хорошенькая, хорошенькая, вот 2 килограмма вот такая у меня собачка, больше она не вырастет, вот. В целом она такая маленькая, но она, по-моему, все-таки чуть-чуть больше формата вот этого мини, они, по-моему, до полутора, что ли, килограмм. А слимка 2. Ходили ли когда-нибудь к психологу? Да, более того, я и хожу к психологу, считаю, что это часть здорового образа жизни, особенно в наше время. Бываю ли я раздражительным? Бываю. Так отношусь к уколам красоты. Что вы имеете в виду? Я боток сколю, вот. Каких психологов слушаю? Слушайте, честно, вы же видите, что у меня никаких подписок особо нет, вот. И сказать, что я кого-то слушаю, ну, нет такого, вот. Просто у меня в окружении есть прекрасные специалисты, которым я могу задать вопросы напрямую, вот, чем я и пользуюсь. А так, чтобы читать, слушать, ну, нет у меня на это времени. Есть вопрос возникает, есть специалист, которому я задаю или оплачиваю его консультацию, и таким образом я получаю ответы на свои вопросы. Ещё детей хочу ли я? Ох, какой непростой вопрос вы задали. Честно, не знаю. Вот, у меня двое, мальчик, девочка, и вроде бы как задача выполнена, вот, такая, план минимум. Вот, и честно могу сказать, что вот на данном этапе своего жизненного пути я не очень хочу окунаться снова в материнство. Хотя, понимаете, для меня худший кошмар материнства – это рваный сон. И у меня нет уверенности, что после двух ковидов сейчас, например, да, вот, вот это отсутствие сна, как основного на самом деле инструмента вашего антиэйджинга здоровья, может сказаться на мне позитивно. Я боюсь, что это может сказаться на мне, скорее, негативно. Вот. Но я не исключаю, что я заморожу яйцеклетки. Не исключаю. Еще мой доктор-гинеколог говорит, Катя, можешь еще гулять год, потом как бы... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой человек это который боится и не делает А я очень часто всего боюсь Но я делаю всегда Я беру закрывая глаза и делаю И в молодости я такие вещи делала Чересчур иногда опрометчиво Вот Неосторожно Слава Богу все Благополучно заканчивалось И я иногда вот вспоминая свое Прошлое вот думаю Ёппорс это Катя где были твои мозги Вот Ну все видите я с вами Все хорошо А так вот вообще ни о чем не жалею Весь мой опыт он мой опыт И он очень 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 ценный Считай себя перфекционистом Нет Но я склонна Я склонна Но я вообще без иллюзий что Идеально Я не делаю Другая моя команда Народ просит сохранить эфир Пришлите мне рекомендации Сохранять или не сохранять Болтовня Болтовня какая-то Не нравится А че ж вы так это как мышка которая Плакала кололась и ела каксус Вот уже я наверное час веду этот эфир Скоро сядет батарейка Вот я неожиданно прервусь и прекращу ваше обучение Но вы Слушайте я сказала Будем болтать Вы слушайте и слушайте не мучайтесь Или вы мазохистка или мазохист Тогда слушайте Может быть вы тролль Хотя так А ну да Триста восемьдесят Я не помню с какого количества людей к нам набегают Тролли Так ну все у меня завис эфир А нет не завис Или завис А я же принципиально на ваш вопрос После вашего хамства Отвечать не буду Даже если и могла бы Так что отключайтесь Ребят Напишите мне быстренько Хотите ли продолжить болтовню Я тогда пойду возьму зарядное устройство И поставлю телефон на зарядку Мы продолжим болтать Вот